Я хочу предоставить слово нашему замечательному другу, замечательному клиницисту, педагогу и ученому, заведующему кафедрой гастроэнтерологии Медицинской академии управления делами президента Российской Федерации, вице-президенту научного общества гастроэнтерологов России, доктору медицинских наук, профессору Олегу Николаевичу Минушкину. Олег Николаевич, пожалуйста, вам слово. Очень рады вас видеть и слышать. Глубоко уважаемые Ирина Дмитриевна, Дмитрий Станиславович, глубоко уважаемые коллеги, я сегодня представляю сообщение, посвященное трофологической недостаточности больных с функциональной несостоятельностью поджелудочной железы и ее коррекции. Новые термины, которые звучат в этом сообщении, посвящены в основном трофологическим аспектам несостоятельности поджелудочной железы. Позвольте вам дать некоторую справку. Нутриционный статус, нутритивный статус – это состояние организма в связи с балансом потребления расхода нутриентов, проявляющиеся в объективных параметрах тела, его биологических стрет и компонентов. Показатели нутритивного статуса – антропометрические показатели, куда входит индекс массы тела, рост массы тела, окружность плеча средней трети, толщина кожной складки над тритовцем, задняя поверхность нижней трети плеча, общий белок, альбумин, гемоглобин, ретинол-связывающий белок, транстеретин, витамин В12, фолиевая кислота, трансферин, магний, цинк, лимфоциты – абсолютные показатели, печень – показатели санитических функций, и поджелудочная железа – показатели выработки пищеварительных ферментов. В 2012 году Европейской ассоциации гастронтерологов был создан рабочий комитет, в который вошли 16 представителей европейских стран. Цель этого комитета – дать современное определение функциональной нестоятельности поджелудочной железы при хроническом панкреатите и выработать основные тесты диагностические, прогностические и тесты, которые выхарактеризовали активность процесса. Было проведено за этот период времени шесть заседаний. Последние рекомендации были опубликованы в 2017 году. И вот как звучит определение экзокринной панкреатической недостаточности. Она связана с недостаточной секрецией панкреатических ферментов, ацинарной функции или бикарбонатопротоковой функции. К основным причинам экзокринной панкреатической недостаточности относятся утрата панкреатической панкреатической паренхимы, обструкции главного панкреатического протока, снижение стимуляции экзокринной части поджелудочной железы, инактивация панкреатических ферментов. Надо сказать, что, конечно, перейти сразу на новую терминологию не удается. С одной стороны, если говорить о том, что основным компонентом трофологической несостоятельности и экзокринной панкреатической несостоятельности является нарушение выработки панкреатических ферментов, то в патогенезе указывается, что это связано не только с выработкой панкреатических ферментов, но и с блокадой их выделения, с инактивацией и с малым контактом или укороченным контактом панкреатических ферментов с химусом, что формирует тот или иной вариант панкреатической несостоятельности. Наше определение, мы тоже дали наше определение панкреатической несостоятельности. Оно звучит так. Экзокринная панкреатическая несостоятельность это расстройство пищеварения, развивающееся тогда, когда активность ферментов поджелудочной железы, секретируемых в пешку в ответ на прием пищи, недостаточна для поддержания нормальных пищеварительных процессов. Патогенез недостаточности внешнесекреторной функции может быть связан с недостаточной выработкой поджелудочной железой пищеварительных ферментов или их повышенной инактивацией или укорочением времени их контакта с пищевым химусом. Надо сказать, что несмотря на то, что это определение и патогенеза, и самой панкреатической несостоятельности было дано много раньше, чем до 2017 года, оно совпадает с основными положениями и говорит только об одном, что наши исследования в этом направлении мало чем отличаются от общеевропейских и мировых. Мировой психиатической выделяет степень выраженности внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы легкой определяется как сниженные секреции одного или более ферментов при нормальной концентрации бикарбоната и в дозональном содержимом и нормальной фекальной икреции жира. Умеренное внешнесекреторная недостаточность определяется как снижение продукции ферментов и концентрации бикарбоната при нормальной фекальной секреции жира. И тяжелая определяется как снижение продукции ферментов и концентрации бикарбоната в сочетании со стеатареей. Стеатарея при тяжелой экзоклинной панкреатической нестоятельности развивается тогда, когда экзоклинная функция полипазии и трепсина снижается более чем на 90%. Однако пациенты со слабой или умеренной компенсированной внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы также имеют повышенный риск возникновения пищевой недостаточности, в частности жирорастворимых витаминов с соответствующими клиническими последствиями, которые приводят к развитию мальнутриции. Мальнутриция характеризуется как дисбаланс между потребностями организма и поступлением питательных веществ, что наблюдается при недостаточном потреблении их с пищей, нарушении утилизации в организме, измыточной потери или расходе, а также при комбинации указанных выше причин. Развивается низкая толерантность макроорганизму, повреждения и среза из стресса в условиях мальнутриции. Существуют манифестные клинические и субклинические формы без очевидных симптомов, но с лабораторными признаками мальнутриции, которые представлены ниже и характеризуются снижением уровня альбумина, преальбумина, трансферина, ретинол связывающего белка, жирорастворимых витаминов, электролитов, железа, кальций, магния, цинка, селена, хорестерина и лимфоцитов. Итеология внешне секретарной недостаточной потребленности железы представлена в пяти различных разделах и характеризуется по патогенезу с утратой паренхимы и снижением продукции и высвобождением липазы. Это характеризует острый панкреатит, панковый некроз, хронический панкреатит, резекция поджелудочной железы, сахарный диабет, стеатоз поджелудочной железы, врожденные гипоплазии поджелудочной железы. И вот недавно появившаяся категория – это возрастная атрофия поджелудочной железы. Вторую группу представляет состояние, связанное с обструкцией панкреатических протоков, полный или неполный, при раке головки поджелудочной железы, фатерва соска, переампулярные области, панкреатомациональная опухоль поджелудочной железы, доброкачественные опухоли, версунга, ритяз. Третью группу составляют ситуации, связанные с ускоренным пассажем и недостаточной стимуляцией продукции липазы, дисанкронизации пищеварения. Это бывает при гастроктомии резекции желудка, потому что основным компонентом, стимулирующим функциональную активность, является соляная кислота, то есть желудочное содержимое. Желудочное шунтирование, гастрофорез, резекция тонкой кишки, органическая и функциональная патология тонкой кишки. Четвертую группу составляет ситуации, связанные с нарушением активации или разрушением панкреатических ферментов в полости 12-перстной кишки. Это закисление 12-перстной кишки, в том числе при гастриноме. Это синдром избыточного бактериального роста, который развивается при заболевании печени, желчеводяковых путей, билярной обструкции, патологии тонкой кишки. Причем сибра, конечно, в данной ситуации связан с его развитием в верхних отделах тонкой кишки, так как процессы пищеварения в основном связаны с метаболизмом в тонкой кишке. И представители флоры, которая заселяет выходные и верхние отделы тонкой кишки, она разная. И пятую группу составляет ситуации, связанные со сниженной эндогенной стимуляцией продукции липаза за счет снижения продукции ситкетина и панкреазимина, целиакии, болезнь Крона, синдром Швахмана-Даймона и Ирхансона-Близарда. Мне бы хотелось остановиться отдельно на внешнесекреторной недостаточности прожелудочной железы, связанной с возрастом. Впервые об этом начали говорить на Международном конгрессе гастроэнтерологов в Италии. А последний конгресс гастроэнтерологов, который состоялся в Канаде, внес эту несостоятельность поджелудочной железы в качестве основной. Причем представленные данные показывают это. Значит, внешнесекреторная недостаточность при эластазе менее 200 развивается у больных, начиная с возраста 50 и более лет, и составляет довольно значительный процент больных. Скажем, вот 65-69, 15,5% это много. И тяжелая панкреатическая недостаточность, когда уровень эластаза КАЛа менее 100 микрограмм на грамм, составляет 7 с лишним процентов. Значит, общее количество больных, имеющих умеренное и тяжелая панкреатическая несостоятельность, составляет приблизительно 25-30%. Это очень большая группа больных. Диагностика. Диагностика использует тесты клинические, данные анамнеза и данные обследования. Стеатарея, диарея, нарушение питания. Все зависит от степени выраженности и от времени развития панкреатической несостоятельности. Первые два варианта, слабая и умеренная панкреатическая несостоятельность не имеют в стеатареи, но при этом, конечно, больные, вступив в тяжелую форму панкреатической несостоятельности, начинают ее иметь. Нарушение питания, тяжелый микротизирующий панкреатит, хирургические вмешательства, кальцифицирующий панкреатит, расширение главного панкреатического протока, который представляет все формы, связанные с частичной или полной обструкцией выводного протока. Какие тесты представляются рабочей группой для диагностики экзокринной панкреатической недостаточности? В клинической практике следует использовать неинвазивные, простые тесты, которые легко повторяются. И в этом отношении на первом месте находится изучение фекальной анастазы-1. Это доступный, наиболее часто используемый тест. Кроме этого, может быть использован дыхательный тест, восходящая панкреатохолангиография с секретином и иные. Однако, конечно, тесты сами по себе должны быть не тяжелыми и не давать осложнений. И они должны легко воспроизводиться. Тогда они являются тестами, которые можно использовать и в диагностике, и в прогнозе течения заболевания. И оценивать эффективность той терапии, которую мы проводим. На сегодняшний день фекальная эластаза-1 является тестом наиболее используемым в связи с этими обстоятельствами. Трактовка ее в норме, в норме она определяется в уровне от 200 до 500 микрограмм на грамм кала. При умеренной степени изокринной недостаточности ее уровень соответствует, фиксируется от 100 до 200 микрограмм на грамм. И при тяжелой – менее 100 микрограмм. Каждый пациент с первые установленным диагнозом хронический панкреатит должен быть обследован для выявления экзокринной панкреатической недостаточности. Это положение важное, потому что первые две группы степени выраженности не дают стеатареи и диареи, которые являются основным тестом, посылающим нас к изучению функциональной активности поджелудочной релизы. Общие принципы лечения сводятся к двум важным компонентам. Это лечение основного заболевания и восполнение в межсекреторной экзокринной и эндокринной панкреатической недостаточности. Лечение основного заболевания осуществляется в период обострения и включает в остром периоде ограничения в питании использование блокаторов желудочной секреции, вводимых первые 3-5 дней парентерально с последующим переходом на прием внутрь. И диетические рекомендации сводятся к следующему. До последнего времени основным компонентом было ограничение жиров до 20 грамм в сутки для уменьшения стеатареи. В настоящее время это ограничение не рекомендуется. Издержки этого ограничения – это дефицит жирорастворимых витаминов, снижение выводки собственной липазы. Экспериментальные данные показали, что переваривание всасывания жиров было выше, то есть вместительный фермент ТАИ с использованием диеты с высоким содержанием жиров по сравнению с низкожировой диетой. Общий колораж составляет 35 килограмм в сутки, 1 треть составляет жиры и 1-1,5 грамма на килограмм. Белки – 4-5 приемов. Диета «Богатая клетчатка» увеличивает панкреатическую секрецию липаза, но при этом ингибирует ее активность более чем на 50%. Это же ограничение негативно влияет на ферментозаместительную терапию и оно не рекомендуется так же. Воказано использование жирорастворимых витаминов и восполнение электролитов. Строгий по существу отказ от приема алкоголя, потому что основная масса больных, имеющих панкреатическую недостаточность и страдающих родительским панкреатитом – это алкогольный вариант болезни. Восполнение ферментами проводится постоянно. Препаратами выбора являются микронизированные ферментные препараты, микротаблетки, мини-сферы, микропилеты. Они устойчивы к действию соляной кислоты, полностью перемешиваются с химосом и попадают в 12-перстное кишко, где при наличии оптимального PH ферменты высвобождаются из кислотоустойчивой оболочки, имеют большее по сравнению с таблетками площадь соприкосновения и равномерное распределение панкреатина в химосе, что восстанавливает нарушенный процесс пищеварения. Эффективность заместительной терапии определяется разными факторами, среди которых наибольшее значение имеет в соответствии дозы препарата и степени экзокринной недостаточности. В качестве исходного ориентира в выборе дозы могут быть использованы градации экзокринной недостаточности, особенно на определении результатов исследования ластаза КАВА. Больные с отсутствием компенсированной стадии панкреатической недостаточности должны получать дозу ферментных препаратов, составляющую 50 тысяч единиц полипазной активности. Умеренная недостаточность требует большей дозы 100 тысяч единиц полипазной активности и выраженная не менее 150 тысяч. Распределение в течение суток приблизительно равномерное по 25 тысяч каждые приемы, по 10 тысяч на каждый перекус. Это рекомендации Европейской ассоциации и немецкие рекомендации в частности. Позвольте представить результаты собственных исследований. Мы изучили 40 больных хроническим панкреатитом в стадии внешнесекретарной недостаточности. Основную массу составляли мужчины в средний возраст около 50 лет. При этом хронический алкогольный панкреатит фиксировался у половины больных, у 20, билярно-зависимые 10, идиопатические 6, и абстрактивные 4. И внешняя секретарная недостаточность у 15 имела тяжелую степень, и у 25 умеренную по эластазному тесту. Здесь вот графически показано это распределение. Половина больных приблизительно имеет алкогольные природные заболевания. Европейские страны имеют, там скажем, Франция, Швеция, имеют больший процент больных, страдающих алкогольным панкреатитом. Ну, в общем, это зависит от разных обстоятельств, в том числе и от сложившихся. В лечении нами был использован препарат Пангро, который представляет из себя капсулу с мини-таблетками, покрытые кишечно-растворимой оболочкой и ищи структурно-функциональную мембрану. Вот здесь показаны дозы препарата, которые содержат 25, либо 20 капсул, каждый из которых имеет дозу 10-25 тысяч. Надо сказать, что, конечно, может быть, большая бы дозировка имела большее практическое значение, но не создавало бы, так сказать, видимости большого количества, но по существу, скажем, форма 25 тысяч единиц вполне, так сказать, пристойно, нормально переносится. Применение его возможно в период беременности, кормления грудью и у детей с рождения. Препарат включен в список жизненно необходимых лекарственных препаратов и в зависимости от выраженности у них секретарной недостаточности мы его назначали при умеренной степени пунктической несостоятельности в дозе 100 тысяч единиц по липазе и при тяжелой 150. Дальше представлены результаты оценки эффективности этого препарата. Продолжительность терапии составила месяц. Это исследование было протокольным. Если, то есть, по существу, если может показаться эффект не вполне достаточным, надо делать скидку на это, но графическое изображение эффективности показывает, что эффект был по всем показателям клиническим, по многим из них носил достоверный характер. Вот эти показатели здесь представлены графически. Мне бы хотелось остановиться на этих двух показателях. Надо сказать, что эффективность препарата определяется его влиянием на синтетические функции печени. В данной ситуации альбумин достоверно восстанавливался, синтез достоверно. И второй важный компонент. У 35% больных нами был зарегистрирован синдром из брачного бактериального роста, который имеет отношение к инактивации ферментного препарата. И это может создавать недостаточность дозы не потому, что она вычислена плохо по панкотистской несостоятельности, а потому что при наличии СИБР происходит инактивация. И у 35% высокий процент, надо сказать. Но надо отметить следующее, что более чем у половины больных, у 8 из 15, СИБР удалось купировать эффективные дозы ферментных препаратов. Остальные больные потребовали назначения санирующей терапии. И мы использовали в этой ситуации рефоксимин в суточной дозе 800 мг в течение 5 дней. И добились купирования СИБРа, потому что в данной ситуации СИБР является не проявлением, дисбактериоза является состоянием, которое требует не восстановления, а купирования. Динамика индекса массы тела также носила достоверный характер. Это связано в значительной мере еще и с тем, что восстанавливалась моторика. Достоверно восстанавливалась моторика, которую мы фиксировали по карболеновой пробе. Простой, доступный, весьма информативный. Вот эти два показателя носят очень важный характер. Купирование с театарей достигнуто у всех больных и достоверно изменилось качество жизни у значительного количества больных. Нежелательные явления были зарегистрированы у 5 больных, связаны это в значительной мере с тем, что они в основном расширяли заметную диету, некоторые возвращались к приему алкоголя. Дополнительного лечения это не потребовало. Беседа с тем, чтобы больные отказались от алкоголя в основном и продолжали прием выработанной дозе, оказывалась достаточно для того, чтобы эти явления не купировать. Ну и вот Пангрол является препаратом, эффективным купирующим внешне секреторную недостаточность поджелудочной железы. Для купирования умеренной степени состоятельности необходимо 100-125 тысяч единиц полипазной активности, для купирования тяжелой степени не менее 150 тысяч единиц. Эффективность Пангрола определяется увеличением массы тела, положительной динамикой группового спектра и купированием клинических проявлений. Восстановление пищеварения и нутритивного статуса приводит к купированию сибра у половины больных с этим осложнением без антибактериальной терапии. Восстановление моторики кишечника с замедлением пассажа химуса. Это очень важно, потому что нередко и это создает впечатление более значительной панкреатической несостоятельности, потому что время контакта при быстром пассаже уменьшается. Купирование симптомов кишечной дисперсии и улучшение качества жизни. Пангрол безопасен в использовании, хорошо переносится. Надо сказать, что мы пользуемся этим препаратом. В течение нескольких лет больные хорошо воспринимают его и не отказываются от его приема. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова